Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41 канала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Как воронежские кардиологи спасают детей с врожденным пороком сердца? Липецких коммунальщиков оштрафовали за загрязнение Усманки. Каким будет предстоящее лето? К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. Шри-Ланка. Антиправительственные протесты продолжаются в Шри-Ланке, как показывают кадры, снятые в среду в Коломбо. Демонстранты потребовали отставки президента Готабая Раджапаксы, также известного как Гота, из-за худшего экономического кризиса в Шри-Ланке за последние десятилетия. На прошлой неделе президент объявил чрезвычайное положение в стране после того, как начались акции протеста. Китай. Официальный представитель МИД Китая Джао Ли Цзянь заявил во время своего ежедневного брифинга для прессы в четверг, что Пекин примет решительные меры, если спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетит Тайвань. Ли Цзянь также добавил, что такой визит серьезно повлияет на китайско-американские отношения. Если США будут настаивать на том, чтобы идти своим путем, Китай, безусловно, примет решительные и эффективные меры. Китай всегда твердо защищает национальный суверенитет и территориальную целостность. И Соединенные Штаты должны нести полную ответственность за все последствия, вызванные этим, сказал Джао Ли Цзянь журналистам. Пелоси, как сообщается, планирует отправиться в Тайвань в воскресенье в первой такой поездке за 25 лет. Ее запланированный визит рассматривается как знак поддержки Тайбэя на фоне продолжающегося военного конфликта в Украине. Израиль. Тысячи людей приняли участие в митинге правых офиса премьер-министра Нафтали Беннета в Иерусалиме в четверг. На кадрах видно, как сторонники бывшего премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху размахивают флагами и держат плакаты с требованием отставки Беннета. Одна из участниц митинга Джуди рассказала, что пришла на митинг, потому что то, что происходит с правительством, это бардак. Когда правый политический сектор един, мы обеспечиваем безопасность и будущее Израиля. Но когда мы не были едины, мы в конечном итоге получили это несостоятельное и опасное правительство, сказал экс-премьер-министр Нетаньяху. Иран. В четверг в Национальном музее Ирана в Тегеране было выставлено до 20 артефактов, репатриированных из Франции. Исторические предметы были собраны во время Второй мировой войны тогдашним французским представителем Анри Габле и перевезены во Францию. Эти работы были доставлены в посольство Ирана во Франции в прошлом году внукам Габле во время переговоров с советником по культуре Исламской республики Иран в Париже. Выставка с репатриированными артефактами была впервые открыта в среду. Италия. Бронзовый памятник отцу советского коммунизма Владимиру Ленину, расположенный на площади в небольшом итальянском городке Кавриаго, в очередной раз вызвал споры среди местных жителей. Есть как сторонники снятия памятника, так и оставление его таким, какой он есть. Некоторые местные жители утверждают, что бюст никоим образом не является отражением современной российской политики, а скорее местной истории. Бюст Ленина, что я думаю, нет необходимости его удалять, это история. Кавриаго был первым местом, где собирали средства для Советского Союза для революции, сказал во вторник один из местных жителей. На самом деле споры вокруг бронзового изделия никогда не заканчивались неоднократно. Регистрировались акты вандализма, поэтому местные власти были вынуждены перенести оригинал в библиотеку, оставив копию на площади. Франция. Ожесточенные столкновения между полицией и молодыми националистами, протестующими в капюшонах, вспыхнули на улицах Бастии в среду. Активисты напали на префектуру, полицейский участок и Банк Франции, используя самодельные бомбы и коктейли Молотова. Ранее несколько активистов были арестованы во время митингов в поддержку сепаратиста, погибшего в результате нападения в тюрьме Арле в марте. Корсиканские движения за независимость требуют освобождения арестованных молодых активистов и прекращения репрессий со стороны французского государства. Великобритания. Полицейский автомобиль, в котором, как полагают, находился Дэвид Беллентайм Смит, обвиняемый в нарушении закона о государственной тайне, прибыл в Вестминстерский магистратский суд в Лондоне в четверг. На кадрах, снятых за пределами суда, видно, как журналисты собираются снаружи, когда полицейская машина приближается к суду и въезжает в гараж. 57-летний охранник британского посольства в Берлине подозревается в предоставлении секретной информации российским спецслужбам, предположительно, в период с октября 2020 года по август 2021. Господин Смит, который был арестован немецкой полицией 10 августа, был доставлен обратно в Великобританию из Германии в среду, чтобы предстать перед Вестминстерским магистратским судом. Новости ближнего зарубежья. Армения. Окончательный статус Нагорного Карабаха имеет принципиальное значение для Армении и должен стать предметом переговоров с Азербайджаном. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании правительства в Ереване в четверг. В ходе выступления политик прокомментировал итоги встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, заявив, что обе стороны уже поручили главам МИД начать подготовку к переговорам. По итогам встречи по двум вопросам сформировалось решение. Первое – дать поручение министрам иностранных дел двух стран начать подготовительные работы по будущему мирному соглашению и приступить к переговорам. Что это значит? Это означает, что предложенные Армении и Азербайджаном принципы и вопросы относительно соглашения о мире должны быть уточнены и обобщены по итогам переговоров, сказал Пашинян. Премьер-министр добавил, что стороны также достигли договоренности в соответствии с сочинским соглашением от 26 ноября 2021 года создать до конца апреля двустороннюю комиссию по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы. Эта комиссия будет иметь два мандата. Во-первых, это сама работа по делимитации. Во-вторых, обеспечение безопасности и стабильности вдоль границы, сообщил Пашинян. Трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля состоялась в Брюсселе в среду. Белоруссия. В Минске на заседании Совета безопасности в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление о переговорах России и Украины. По мнению главы государства, переговоры невозможны без участия Белоруссии. Никаких сепаратных за спиной Белоруссии договоренности быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет, но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада, сказал президент. Лукашенко проинформировала позиции министра иностранных дел и поручил МИД ее реализовать. Украина. Волонтеры Общероссийского народного фонда «Мы вместе» раздали жителям села Трехизбенка Луганской области гуманитарную помощь, как видно на кадрах, снятых в четверг. По словам сельчанина Николая, местным тяжело обходиться без электричества. Без света не можем еду варить. Информацию получает свет. Все, стирка, свет, жизнь вся. 21 век. Без света нельзя ничего сделать. Даже та связь у нас очень плохо работает, потому что нет света, сказал он. Женщина, приехавшая из соседнего села Боровское, добавила, что гуманитарная помощь является единственным спасением для ее семьи. Мы остались без ничего. Это очень большая помощь, потому что это самое необходимое, поделилась она. При этом глава администрации славяно-сербского района Сергей Крамаренко рассказал, что в селе Трехизбенка соорудили мост для восстановления транспортного сообщения. Один раз в день ходит автобус, который может доставить жителей в районный центр, а именно в Славяно-Сербск, где они могут закупиться, а также могут пройти медицинское обследование, добавил Крамаренко. Кроме того, Крамаренко отметил, что работы по восстановлению электроснабжения начались в нескольких населенных пунктах района. Надеюсь, что в ближайшее время уже восстановление идет по селам и подключение будет, заключил он. Ранее 27 февраля народная милиция ЛНР сообщила о переходе населенного пункта под контроль республики. С украинской стороны комментариев о произошедшем не было. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. В четверг установили флаг России и знамя победы на здании администрации поселка Розовка Запорожской области, а также заменили табличку с наименованием администрации. На кадрах можно также увидеть, как Денис Пушилин общается с местными жителями, в то время как люди получают коробки с гуманитарной помощью. К настоящему моменту с украинской стороны не поступало официальных комментариев по поводу произошедшего. О взятии под контроль ДНР населенных пунктов Азов, Розовка и Мирное 7 марта заявил замначальника управления народной милиции республики Эдуард Басурин. Новости России. В Московском Доме Союзов проходит прощание с главой партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Траурную церемонию посетил президент России Владимир Путин. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя, которое провел патриарх московский в Сеяруси Кирилл. Гражданская панихида организована в колонном зале Дома Союзов. По ее завершении политик будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Президент выразил соболезнования в связи с кончиной политического деятеля. Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Мы сохраним о нем добрую, светлую память. Прошу передать мои соболезнования родным и близким Владимира Вольфовича, сказал Путин. Советский и российский политический деятель, член Государственной Думы и глава ЛДПР умер на 76-м году жизни в среду в Москве. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали в центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Осложнение возникло из-за штамма омикрон. Поражение легких политика составило от 50 до 75 процентов. В дальнейшем Жириновского подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы. По заявлениям врачей, состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алматы. Политик учился в Институте восточных языков при МГУ по специальности «Турецкий язык и литература». Имеет образование юриста, филолога и тюрколога. По словам самого Жириновского, заниматься политикой он стал в 1967 году. Жириновский является полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. Награжден медалью Столыпина за заслуги в законотворческой деятельности. Президент России Владимир Путин в четверг обсудил с постоянными членами Совета безопасности ход специальной операции на Украине и переговоры с Киевом. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ходе встречи участники заседания также оговорили необходимость активно противодействовать информационным диверсиям Украины, таким как в Буче. Ранее в СМИ опубликовали фотографии и видеоматериалы с трупами мирных жителей в городе Буча. Украинская сторона обвинила российских военных в убийствах людей. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что за время нахождения города под контролем ни один местный житель не пострадал. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения о ситуации в городе Буча являются фейковой атакой и постановкой. По информации ведомства, все подразделения ВС России полностью вышли из Буча еще 30 марта, а свидетельства преступлений появились только на четвертый день после этого. Киевская сторона отходит от собственных предложений, высказанных на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Бахрейна Бен Рашедом Ас Зайни по итогам двусторонней встречи в четверг в Москве. Украинские переговорщики от своих собственных предложений, которые были позитивно восприняты, начали отходить и создавать новые провокации, отметил министр внешнеполитического ведомства. В ходе выступления Лавров также затронул вопрос с обращения с российскими военно-пленными, назвав снятые на видеодействия солдат батальона Азов возмутительными зверствами. Со своей стороны Ас Зайни выразил признательность российской стороне за поддержание переговорного процесса с Украиной и высказал надежду на скорое прекращение боевых действий. Количество введенных санкций против Российской Федерации носит беспрецедентный масштаб. Их число уже свыше 6 тысяч. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежедневного отчета о деятельности правительства в четверг в Москве. Санкции, которые последовали уже в этом году, носят беспрецедентный масштаб. Количество ограничений превосходит когда-либо вводимые в отношении любой другой страны. Всего их уже свыше 6 тысяч, отметил Мишустин. По мнению премьер-министра, целью введенных ограничений является попытка отбросить Россию на годы или даже десятилетия назад и нанести удар по уровню жизни граждан страны. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся. Вряд ли какое-либо другое государство, кроме России, с этим бы справилось. Мы же выстояли, заверил глава правительства. Помимо этого, Мишустин отметил, что Москва оценит сотрудничество с иностранными компаниями. Однако, если они решают уйти, их производство должно продолжить работу. Там трудятся наши граждане. Защита их интересов – наш приоритет. Уровень жизни людей не может зависеть от причуд иностранных политиков, подчеркнул премьер-министр. В ходе выступления Мишустин также поручил главам субъектов страны восстановить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Ежегодный отчет правительства России перед Государственной Думой проходит с 2009 в соответствии со статьей 114 Конституции Российской Федерации о контрольных полномочиях Государственной Думы в отношении правительства Российской Федерации. Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков во время брифинга в среду заявил, что ведомство располагает информацией о готовящейся украинскими спецслужбами провокации с применением отравляющих веществ в городе Первомайский Харьковской области. На территории производственного объединения «Химпром» сотрудниками СБУ заминировано хранилище со 120 тоннами хлора. Данное хранилище планируется взорвать для обвинения России в якобы создании химической катастрофы, повлекшей гибель местных жителей, сообщил генерал майор. На текущий момент украинская сторона не выступила с официальными комментариями по поводу прозвучавшего заявления. Глава Чечни Рамзан Кадыров получил погоны генерал-лейтенанта в четверг в ходе торжественной церемонии вручения в Грозно. Командующий Северокавказским округом войск Национальной гвардии России Сергей Захаров лично вручил знаки отличия главе республики. Я искренне благодарен нашему верховному главнокомандующему за высокую оценку моих скромных заслуг. Это большая честь, которую я с гордостью воспринимаю, заявил Кадыров в своем телеграм-канале. В ходе церемонии звания генерал-лейтенанта также получил первый заместитель командующего Северокавказским округом войск Нацгвардии России Алибек Дилимханов. 28 марта власти Чечни сообщили о присвоении звания генерал-лейтенанта главе республики Рамзану Кадырову в соответствии с указом президента. В 2009 году Рамзан Кадыров получил звание генерала МВД. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении главе Чеченской республики воинского звания генерал-майора и этим же указом перевел его из полиции в Росгвардию. Акция в поддержку спецоперации России в Донбассе прошла в Симферополе в четверг. На кадрах можно увидеть митингующих с российскими флагами, георгиевскими ленточками и плакатами. В рамках мероприятия также прозвучали композиции российских исполнителей и прошли выступления с трибуны. Сегодня в день провозглашения суверенитета Донецкой народной республики крымчане собрались на митинг, чтобы выразить свою поддержку братскому народу ДНР и ЛНР, заявил глава республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлено 424 новых случая коронавируса. Умерло 9 человек. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба по борьбе с коронавирусом, 8 апреля в России выявлено 14 311 новых случаев коронавируса. Умерло 280 человек. Всего с начала пандемии зафиксировано 371 169 летальных исходов. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах Черноземья. В Воронежской области 424 новых заражения COVID-19. В Липецкой 214. В Курской 169. В Белгородской 101. В Тамбовской 162. По данным сайта СтопКоронавирус.РФ за последние сутки в Воронежской области умерло 9 человек. В Москве 19. В Самарской области 12. В Краснодарском крае 10. В Санкт-Петербурге 9. Совет министров Испании 19 апреля утвердит новое положение об использовании медицинских масок в закрытых повещениях. Маски перестанут быть обязательными за исключением медицинских и социально-оздоровительных центров и транспорта. В Италии коронавирус коснулся каждого четвертого жителя страны. Общее число носителей COVID-19 за все время пандемии составило более 15 миллионов человек. Две приливки от коронавируса сделали 49 миллионов 700 тысяч человек, а это более 82,5 процентов итальянцев. Более 100 представителей судебной власти американского штата Нью-Йорк будут уволены с должностей за отказ проходить вакцинацию от коронавируса. Судье высшего суда штата также грозит отстранение от должности. Всего в судебной системе Нью-Йорка насчитывается более 15 тысяч сотрудников. Ежегодно в Воронежской области выявляется более 200 врожденных пороков сердца у детей. Такие цифры были озвучены на межрегиональной научно-практической конференции с участием ведущих кардиологов областной клинической больницы номер один. Тему продолжит Галина Жукова. Шестилетняя Маруси, которая величает себя исключительно, как Мария Александровна, пациентка кардиохирургического центра при областной больнице. У Маруси, рассказывает ее мама Ольга Ковалевская, врачи поставили диагноз открытый артериальный проток. В этом случае девочке требовалась операция, которую успешно провели детские кардиологи. Уже через три месяца ребенок может вернуться в полноценной жизни. Все произошло настолько легко для меня, как для мамы. Я даже не успела испугаться. И сейчас мы с радостью возвращаемся домой, зная, что у Маруси новая перспектива, жизнь активная, полная, полноценная. В больнице Ковалевские провели всего пять дней. На второй день после операции Маруся уже готовилась к выписке. Ты скажи, ты маму поддерживала, или она тебя? Я маму поддерживала в лечении. Мама больше волновалась, чем ты, да? Угу. Еще одна маленькая пациентка Вера Санникова. У девочки врожденный порог сердца. На днях Верочку прооперировали. Но о выписке пока речь не идет. Узнали мы месяц назад. Совершенно случайно. То есть пять лет ребенок жил, все у него было замечательно. Когда узнали, сразу же направили нас сюда, собрали все необходимые документы. Все было очень быстро, с большой поддержкой. Нам говорили все, что делать. В понедельник мы поступили. Во вторник у нас прошло все необходимое обследование. Диагноз подтвердился. В среду уже сделали операцию. И вчера я ее уже получила. К себе в палату после реанимации. Проблема заключается еще и в том, что на ранних стадиях, говорят медики, болезнь себя никак не проявляет. Впрочем, диагноз врожденный порог сердца сегодня вовсе не приговор. И в дальнейшем у таких детей есть все шансы вернуться к нормальной жизни. Воронежский кардиологический центр оснащен современным оборудованием, что позволяет выполнять все оперативные вмешательства на сердце и сосудах. А с введением в работу перинатального центра хирургическая помощь детям стала носить систематизированный характер. У нас основная масса, которых мы сейчас оперируем, это дети до трех лет. Потому что это наиболее нуждающаяся категория, наиболее сложная категория. Допустим, там 15-20 лет назад мы не могли похвастаться с такими возможностями. 20 лет назад на многих деток до года отправляли в федеральные центры. Сейчас мы можем себе это позволить, и мы оперируем, у нас очень хорошие результаты. Только в прошлом году детскими кардиологами было выполнено более 100 операций на сердце. Да и в целом наш регион – один из лидеров в лечении пороков сердца в ЦФО. Наш уровень технический, медицинский, он находится на, по крайней мере, на высокопрофессиональной ступени. И никоим образом наши специалисты не уступают во всех, так скажем, звеньях. И хирургия, и анестезиология, и рементология, и выхаживание, и детская кардиология не уступают своим коллегам из ведущих центров страны. Обмен опытом – важная составляющая в работе медиков. Способствуют этому и межрегиональные научно-практические конференции на базе Воронежской областной клинической больницы номер один. На этот раз, 8 апреля, в регионе собрались более 200 специалистов в области врожденных пороков сердца. Воронеж не случайно выбран традиционной площадкой для проведения подобных конференций. Вы и территориально находитесь в очень, так скажем, в центральном выгодном месте. Еще раз повторюсь, это город-университет с очень сильной школой медицинской. Мы знаем очень многих выдающихся медиков, которые вышли из этого города. Мало того, я могу сказать, здесь работает очень высокий профессионал. Между тем, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются главной причиной смерти как в России, так и в мире в целом. А потому, считают медики, здесь важно вовремя обратиться к специалистам, а не заниматься самолечением. Липецких коммунальщиков наказали за загрязнение реки Усмань и мор Рыбы. Арбитражный суд Липецкой области назначил штраф в размере почти 44 миллионов рублей. Иск предъявило Центральное черноземное управление Росприроднадзора за сброс нечистот в реку Усмань и мор Рыбы в конце 2020 года. Изначально Росприроднадзор надеялся, что организация «Липецкий водоканал», сбрасывающая нечистоты в городе Усмань в реку с одноимённым названием, денежную компенсацию выплатит добровольно. Не дождавшись возмещения за нанесённый ущерб экологии реки, ведомство направило обращение в суд. Арбитражный суд Липецкой области заменил ответчика «Липецкий водоканал» на «Усманский водоканал» и признал требования истца обоснованными. Проведённые замеры и экспертизы Росприроднадзора установили, что при сбросах сточных вод происходило превышение нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Из-за этого происходил массовый замор рыбы. В конце декабря 2020 года сотрудники Воронежского заповедника заметили, что река стала чёрного цвета и приобрела неприятный запах, а рыба, живущая в водоёме, погибла. Тогда на экологическую катастрофу обратили внимание представители Росприроднадзора. Они привлекли внимание следователей Липецкой области, которые возбудили уголовное дело. В Воронежском государственном университете инженерных технологий изобретена технология производства растительного мяса. Продукт должен заместить эту же продукцию, ввозимую к нам из США, Германии, Италии и Испании. Этот аналог разработан для вегетарианцев и постящихся. В составе растительного мяса белки из картофеля, риса, сои, подсолнечника, гороха и кокосового масла. Технология разработана год назад. В продукте сохраняются все пропорции, необходимые для организма человека, вещества и микроэлементы. По этой технологии собираются изготавливать котлеты, пельмени и наггетсы. Мясо не будет стоить дешевле настоящего, потому что это натуральный продукт без усилителей вкуса и химических ароматизаторов. Олеся Лисюк, 41 канал. В Воронежской области увеличилось число работников, которых отправили в вынужденный простой. Это в два раза больше, чем год назад. В целом ситуация на рынке труда пока стабильная, отмечают в региональном департаменте труда и занятости населения. В марте воронежские работодатели предложили больше рабочих мест, чем в феврале. Также с начала этого года в регионе при содействии службы занятости нашли работу почти 6,5 тысяч человек. В том числе с 1 марта еще 3493 воронежца смогли трудоустроиться. Между тем, в апреле планируется увольнение работников в 51 организации. Годом ранее таких организаций было 40. Еще 1631 работник находится в простое. В 2021 году вынужденный отпуск в регионе было отправлено 864 сотрудника. Увеличение общего количества таких работников связано с приостановкой работы Макдональдса, некоторых магазинов и Воронежского аэропорта. Галина Жукова, 41 канал. Стал известен прогноз погоды на лето. Синоптики обещают, оно будет комфортным. Дни будут теплыми, но дождливыми. В апреле и мае тоже будет хорошая погода. Холодных дней, по прогнозам, не ожидается. Температура апреля будет выше среднемесячных значений. Если в прошлом году средняя температура месяца была плюс 9 градусов, то в этом году температура воздуха будет на 1 градус выше нормы. Ближайшие выходные в регионе будут по-летнему теплыми. Такая погода продержится до 11 апреля. И осадка в 120%. То есть можно сказать, что у нас апрель будет и теплым, и влажным. Ну это в принципе и совсем, и очень хорошо для сельского хозяйства. Вот когда апрель и май такие с дождем и теплые, это всегда, по сути дела, предвестник такого хорошего урожая. Хороший даже, допустим, для лесников, потому что начинают с теплого периода, все начинают страдать от этих лесных пожаров. Ну чем меньше пикников в лесу, тем меньше пожаров будет. Чем будет больше выпадать осадков, тем более такая будет сырая подстилка, меньше будет возгорания. Полезны осадки и для воздуха мегаполюса. После дождя в городе становится меньше пыли. Когда приходят циклоны, во-первых, восходящие токи, то есть весь воздух от земли поднимается вверх. И плюс всегда в циклоне бывает ветер. То есть горизонтальное перемещение воздуха, это все способствует очищению атмосферы в населенных пунктах. Май ожидается сухим, обилие осадков не прогнозируется. Лето будет благоприятным, но коротким. Уже в августе ожидается небольшое снижение температуры. Тем не менее, это долгосрочный прогноз. Его точность составляет 60-70%. Просто у нас мы как-то уже привыкаем к тому, что в последние годы стало пожарче вообще-то. Вот я когда вспоминаю, в прошлые времена детства, особых жарких дней особо не было. Часто мы играли в футбол. А сейчас вот лето такое, что и в футбол-то не поиграешь. Да довольно-таки жарко. В целом, погода будет привычной для лета и не опустится ниже климатической нормы. В июле ожидается мало дождей. О более точном прогнозе пока говорить рано. Олеся Лисюк, Валерий Бобкин, 41 канал. У должников есть право на рассрочку и отсрочку. Судебные приставы Воронежской области напоминают, что граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут подать заявление об изменении сроков погашения долгов по исполнительному производству. Отсрочка означает изменение срока исполнения требований исполнительного документа и их перенос на более позднее время по сравнению с тем, которое было определено решением суда или установлено законом. Рассрочка исполнения устанавливает временной интервал, в течение которого необходимо погасить долг. Как правило, она предоставляется в случае невозможности выплаты единовременно за должности, но при этом есть возможность выплачивать сумму долга частями. Конкретный перечень оснований для отсрочки или рассрочки законом не установлен, поэтому суд принимает решения, исходя из конкретных обстоятельств. Тяжелого материального положения, существенных обстоятельств, связанных с состоянием здоровья, семейным положением должника. Должники имеют право подать заявление в суд, рассмотревший дело, или в суд по месту исполнения исполнительного документа в любое время после вступления в законную силу решения суда. В таких случаях физические лица и организации освобождаются от уплаты государственной пошлины. Валерий Бобкин, 41 канал. Для обновления автопарка власти Воронежской области собираются закупить 63 низкопольных автобуса большой вместимости. Автобусы, работающие на метане, будут оснащены кондиционерами, рассказал в телеграм-канале глава региона Александр Гусев. На эти цели областные власти планируют направить 1 миллиард 200 миллионов рублей. Автобусы планируется вывести на линии уже до июля этого года. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41-го канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 0, 0 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41-го канала и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и Воронежской области. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok